Так, всех приветствую на своем канале, продолжаем игру Mafia Defensive Edition. Спасибо всем подписчикам, спасибо всем зрителям, кто заходит на мой канал, все, кто смотрит, пишут комментарии, лайкают, всем спасибо. Так, продолжаем. Нормально. От тебя работа так просто не уйдет. Не на миру сидеть без дела, скучище. Так, ну че, давай осмотрим бар. Не понимаю, чем я ему не покажусь. Это систо рекорды. Ага, это никакая работа. Так, систо рекорды. Так, отправляйтесь к поле. Чувак, ты не поле? Нет? Не знаешь такого? Ладно, пойдем посмотрим, где поле. А, вот он стоит. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Давай я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже сто лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятности. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долга. Вот так, что, посмотрим. Что он нам сегодня предложит, какие пушки. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Бонжордо, Винченцо! Чао, поле! Эй, смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анжело. У нас с ним есть работенка. Ясно, это же чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если битой недостаточно. У меня есть еще парочка коктейлей. О, это крутяк. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Ха, волосики. Рад встрече, Том. Если поле станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Окей. Что, пойдем? Если парни тебя не прогонят, загляди ко мне попозже. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое. Пойдем, посмотрим, что там за чувак. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! И в жопы. А ты жопы, Полли. Нельзя-то так пугать людей. Эй, извини, Ральфи. Я же просто пошутил. Чувак, аж заикаться начал. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли. Да. Томи. Томи Анжела. Рад знакомству. Я говорил. Ральф у нас немного того. Но пригодишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой Полли? Это не ход рот, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал, снова бездельничай. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаги, которую моя мамаша могла купить лет двадцать назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет. Но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Борелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, у нас это пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дабочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины морала? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежем так, чтобы они ее нахрен позабыли. Ну что ж, тогда надо было маски одевать. Чтобы морду-то не срисовали. А раз маски не взяли, придется бить биты. Раздолбим он тачки. Потом сожгем их нахрен. И все будет нормально. Все главное нормально, доехать без происшествия. И все. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию. А он сидит в Нордпарке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Итак, мы уже почти подъезжаем. Колымага только это в натуре нифига не едет. Ну, осталось чуть-чуть. Так, мы уже близко. Все, прибыли. Все. Громил и Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Да. Кто тебя тащить-то будет? Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь краситься, а? Возьмите X-T. Ага, вот так. Однажды они и тебя возьмут. Проберитесь мимо поля. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись и тащи ему. Так, ну ладно, что ж. Я лично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Так, куда нам двигаться-то дальше? Ага, вот. Что нельзя-то нахуй? Так, ну все правильно. Надо залезть на крышу. Давай, чувак, лезь. Что ты нахуй? Во. Давай еще разочек. Оп. Готовченка нахуй. Что там? Нажмите левый control, чтобы занять укрытие. Так, ну-ка. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Это кто такой? Я не думеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино, он мне приказал. Дино! Вот всего раз у меня от ребят на Сальяре. А Дино сказал тебе тачки страшные. Послушай, парень, ты кто вообще? Знаешь, Дино. Чувак нормально отвлекает. Как-то раз у меня была отличная возможность... Так, нажмите Q, чтобы вырубить. Вот так вот, нахуй. И все. И что дальше-то делать, чувак? Ю, взять тело. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Ага. Давай. Нажмите Q, чтобы ударить биты. Ну-ка. Оба. Давай еще раз. Оба. Че-то не туда, куда-то бить-то начал. Ай. Хла. Давай еще. Ты че куда-то мимо-то бьешь, ебанно. Ну-ка давай вот этих хуйся. Давай. Опа. Нажмите сейчас поглядеть наружу этих незаконков. Да. Ах ты ж. Опа. Нихера. Наби его дома. Тебе что, жить надоело? Оу, нифига ты че. Сейчас я тебя битый, но. Э, э, чувак, ты че такой сильный, что ли? Боксер, что ли, да? Э, боксер, что ли? Э, ты че меня бьешь, а? Охерил, что ли? На, сука, тебе. На, нахуй. На, сука. На, заебись. Хорошо тебе? Сука. Урод вонючий. Нахуй, все эти тачки раздрочу, блядь. Нахуй, все эти тачки сами себя не подожгут. Придется постараться. Ну ты че? Че их поджечь надо? Так, погоди, ну-ка, че у нас тут? Четка ствол. Вот, на кашталь молотого. Все просто, ну-ка. Отличная работа. О. Давай все, второе. А, это парни Борелла точно услышал. Жаль, ну-ка, на весь квартал. Берите заразит и поджечь сам себя. Да, как тот чувак сказал. Главное волосики не сжечь себе, нам. Возьми биту, Том. Так, у нас вот эта еще не добита, да? Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что эта машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит, и у него крутая тачка, я узнаю, где он ее держит. Сообщается, стрельбя и горящих машинах в Нортбарке. Это рядом с паром Морелла. Только не возьмите его, ребят. Прямо в ворота. Надо свалить отсюда, пока Громилы не прибежали. Ой, блядь, куда нахуй? Зацепил! Поехали! Прямо через его. Идайте его брать! Вернитесь, твари! Это тоже не встанет. Шикарно неповоротливая, как эта тачка. Тут все, падла. Нахера таранишь. Так, что нам надо оторваться, короче, от мусоров. Этот тип где-то в Нортбарке. Рано или поздно он объявится. Ищите. Так вот, короче, в розыске. Вот эта тачка получше прет, чем та Каламага. Всем машинам отменить погоню. Поиском конец. Возвращайтесь к конкурированию. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший дом. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавок. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебе. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. А дажды мы с Винченцем разболтались возле бара, и я стал с ними работать. Десять лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папа же его был с Доном «Не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. В Лить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может, и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Так ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс. Все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальене. Я понял. Садитесь. Видели морала? Не, но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с моралой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелло вспыльчиво. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Прошу. Прошу. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила. Так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сталери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томби. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи, повар так себе. Зато его дочь Сара... Мадонна. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok